Здравствуйте, друзья! Сегодня наш ролик будет о курочках. А ну, Геля! Геля на улицу! Утки в кадр не нужны, мы про кур рассказываем. Ну и вот, друзья, мы снимали советы, чтобы курочки наши неслись и зимой, и летом, но вот летом все факторы как бы соблюдаются. Световой день хороший, длинный, для яйценоскости достаточно, кормим также хорошо. Но вот единственное, летом, что они были в закрытом у нас помещении, в закрытом загородке, потому что у нас на огороде росла капуста, помидоры, клубника. Идем, наверное, дальше оттуда, а то они будут сейчас крякать и ничего не будут чути, что ты говоришь. Так, и что, клубника росла в садочке. Ну и вот мы держали кур наших закрытых. Из-за этого яйценоскость уменьшилась. А вот когда мы убрали огород, вот вы видите, что мы убрали уже огород, уже даже вспахали, то яйценоскость, начали кур выпускать, и яйца почти в два раза увеличились, яйценоскость. Ну давайте, проходите уже куда вы там. Ну и вот, друзья, чем хорошо, какие плюсы свободного выгола кур? Первое, это то, что они ищут жучков, червячков, щиплют травку, из-за этого яйца намного полезнее, чем яйца от курочек, которые содержатся в клеточном содержании. Вот, поэтому это первый такой плюс. Очень жирный плюс, это то, что экономия корма. Вот мы, например, кормим только утром и вечером, а целый день они вот так ходят и ищут травку. Количество каротиноидов в яйцах в шесть раз больше, вот при свободном выгуле, если содержать курочек. А что такое каротиноиды? Ну, вещества полезные, которые, вот даже желток возьми, вот если яйца от курочек на свободном выгуле, они ярко-желтый желток, они насыщены витаминами, и возьми яйца, которые вот эти, от куриц, ну, от клеточного содержания, они бледный желток. Ну, заводские, да? Ну, да, но они не заводские сейчас, какие заводские, просто содержат в клеточном содержании и на свободном выгуле. Ну, и еще, это также профилактика паразитов. Если курица на солнышке, вот смотрите, она на солнышке, она найдет себе какой-то песочек, какой-то залу, где мы сжигали там что-нибудь, покупается, солнышко пригреет, и все паразиты, как бы... Типа блохи или что? Да, блохи, куриные вши и различные пухоеды. Все, как бы, на свободном выгуле вообще у нас нет такой проблемы. Еще что... А, совы кричат на крышу. Да, уже вечер, и уже совы, сейчас они будут, куры, садиться. Вот уже недельки-две, как наши куры на свободном выгуле, с того времени, как мы убрали огород, и вот молодняк намного лучше стал расти, так что свободный выгул хорошо влияет на рост куриц, на то, что они набирают хороший вес. Еще, они сейчас мы вспахали, а там у нас еще есть садочек, еще плюс, что они ходят под деревьями, ищут различных насекомых, вредителей сада нашего, и также уничтожают различных жучков там, гусениц и все такое. Ну и, конечно же, мясо. Мясо намного вкуснее, если курица вот бегает. Также и яйценоскость, вот почему? Для того, чтобы в зимнее время подвешивают там качан капусты, чтобы курица подпрыгивала, потому что они в клеточном содержании, в закрытом помещении, и они хоть как-то должны двигаться. А здесь они бегают, двигаются, и из-за этого и яйценоскость хорошая, и яйца качественные, и мясо качественное. Ну и еще минусы, я хочу сказать. Минус – это, конечно же, хищники, в первую очередь. Вот и летающие. Лес у нас, да. Да, у нас вон лес, куда я хожу и рассказываю вам про лес. Вот там он, видите, он. И вот оттуда прибегают лисички, также различные коршуны могут летать и ухватить нашу курочку. Затем курица может также забрести куда-то далеко и заблудиться, потеряться и не вернуться домой. Также минус, ну и еще какой минус? Минус то, что… Что они бегут к соседям на огород, и соседи возмущаются. Ну и также у соседей могут нестись, мы можем не найти наше яйцо, также нужно бегать за ними, искать. Вот, ну вот такое вот содержание кур на выгуле. Ну, то, что яиц прибавилось за две недельки, это точно. Да, и курочки начали расти, молодняк начал расти, и также молодки начали нестись. Так это вот на нашем личном опыте. Ну вот, друзья, вот это основной фактор, о котором мы хотели вам рассказать, чтобы наши курочки неслись. Первый фактор из нашего сериала, который мы будем дальше вести про яйценоскость кур, о нашем опыте. Опыт у нас какой? Сельский, обычный, куры у нас обычные, деревенские. Но мы уже держим кур 30 лет, несутся хорошо. И хорошие курочки у нас, и вывод, и если вы можете зайти в плейлист, посмотреть, там много мы рассказывали про кур наших. Ну, и еще такой плюс, я забыла сказать, что в курятнике не надо чистить, потому что если они были бы в клеточном состоянии, это все надо было чистить. И они сразу огород удобряют, прямо... Да, огород, садочек удобряют, прям не надо выносить никуда. А еще один минус, это у нас вот здесь ходят фазаны, иногда бывает фазан, женихаются до наших кур. Так что опасность заразиться от диких птиц. Но мы вот выпускаем во второй половине дня, и вот смотрим, и дежурим. Конечно же, это минус, что тратится время зря. Вот, друзья, до свидания. Подписывайтесь, кому интересно. Пока. Делитесь с друзьями. Тигр.